Здравствуйте, Анна Викторовна, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И давайте сначала проверим связь, как вы меня видите и слышите. Если хорошо, то нажмите на огонек в правом нижнем углу, чтобы я понимала, все ли отлично, могу ли я продолжать. Благодарю за вашу активность, вижу, что все хорошо. Представлюсь еще раз. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории, дефектолог, нейропсихолог, брейн-тренер, руководитель службы социального сопровождения семей с детьми. И сегодня мы с вами поговорим о том, как мы можем использовать изотерапию в работе с дошкольниками. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам и психологам, и, конечно же, тоже родителям. Проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка в современных условиях является приоритетной. В последние годы дошкольное образование, дошкольные учреждения активно внедряют инновационные формы и методы оздоровления детей. Существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогами. Одним из современных направлений в оздоровлении дошкольников является метод арт-терапия. Арт-терапия не просто красивое и модное слово, а прежде всего это современный метод положительного психологического воздействия с целью поддержания и укрепления здоровья детей. Арт-терапия, в переводе с английского, арт – это искусство, терапия – это лечение, и термин введен Адрианом Хиллом в 1938 году. Арт-терапия – это направление психотерапии, психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. И в узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействия на психоэмоциональное состояние человека. И главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции. И любовь, и ненависть, и обиду, и злость, и страх, и радость и так далее. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «я-человека» отражается в зрительных образах. Всякий раз, когда он рисует, пишет картину, лепит скульптуру или творит, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, используемых в работе психолога и даже педагога. Сочетание арт-терапии в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, сюда же коллектива, средствами художественной деятельности. В арт-терапевтической работе может принимать участие практически каждый человек, независимо от своего возраста. Это не требует наличия каких-то там способностей к творчеству. Арт-терапия помогает устанавливать отношения между детьми. Посредством искусства ребенок не только выражает себя, но и больше узнает о других. Арт-терапия позволяет познавать себя и окружающий мир, является хорошим способом социальной адаптации, так как она в основном использует средства невербального общения. Это очень важно для людей, которым сложно выразить свои мысли в словах. И в настоящее время арт-терапия в широком понимании включает в себя такие виды, как изотерапию, это лечебное воздействие средствами искусства, сегодня как раз об этом мы с вами и будем говорить, рисованием, эмоциональная живопись, рисунок брызгами, лепкой, декоративно-прикладным искусством, оригами и так далее. Библиотерапия, лечебное воздействие чтения, имаготерапия, через образ, через театрализацию идет лечебное воздействие, музыкотерапия, через восприятие музыки, вокалотерапия, через пение, кинезитерапия, здесь и танцотерапия, и коррекционная ритмика, то есть что? Лечебное воздействие движениями. Игротерапия, маскотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, цветотерапия, фототерапия, логоритмика и так далее. Более подробно я рассказывала вообще об артерапии на предыдущем вебинаре. Вы можете, если не смотрели, то посмотреть в записи. Есть этот вебинар на нашем канале в YouTube. Поэтому долго здесь останавливаться не буду. Каковы же показания для проведения артерапии? Это трудности эмоционального развития, агрессия, гиперактивность, стресс, депрессия, сниженное настроение, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, эмоциональных реакций, переживание эмоционального отвержения другими людьми, чувство одиночества, межличностные конфликты, неудовлетворенность семейными отношениями, ревность, повышенная тревожность, страхи, фобия, негативная я-концентрация, низкая самооценка. И артерапия ставит следующие задачи. Это дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам. Облегчить процесс адаптации в качестве вспомогательного метода. Проработать подавленные мысли и чувства, установить контакт с ребенком, развить самоконтроль, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развить творческие способности и повысить самооценку. Используя методы артерапии, необходимо соблюдать следующие условия. Во-первых, должно быть творчество, которое несло бы для ребенка радость. Нельзя принуждать дошкольника. У взрослого должно быть хорошее настроение, когда предлагают вместе порисовать, лепить, почитать или что-то другое. Необходимо вовремя, уметь вовремя закончить работу, если ребенку надоело. Стараться поддерживать любое, даже самое слабое стремление к творчеству ребенка, если оно возникло. Обставляйте его как очень важное, как радостное дело. И надо стремиться к тому, чтобы инициатива творчества исходила от самого ребенка. Не только радуемся сами произведению ребенка, но и расскажите о творческой удаче родителям. Можно вывесить удачные работы на видном месте. Наиболее популярные и часто используемые видами арт-терапии являются изотерапия, сказка-терапия, игровая терапия, песочная терапия, музыкальная терапия. Очень часто эти виды терапии переплетаются в одном занятии. И сегодня мы рассмотрим наиболее распространенный вид арт-терапии. Воздоровление дошкольников – это изотерапия, а точнее рисование. Что такое изотерапия? Это одна из основных, как я уже сказала, техник арт-терапии. Рисуя, играя, ребенок дает выход своим желаниям, мечтам, чувствам, переживать свои отношения в различных ситуациях. Поэтому очень благотворно эти занятия сказываются на детях с особенностями в поведенческой и личностной сферах. В работе с детьми педагогическое направление рисования рассчитано на здоровую личность и понимается как забота об эмоциональном сочувствии и психологическом здоровье личности средствами художественной деятельности. Изотерапия оказывает развивающее воздействие на познавательную сферу психики ребенка через сенсорное восприятие. Именно сенсорного, в том числе тактильного восприятия начинается формирование и развитие мыслительных процессов. Неудивительно, что маленькие дети реагируют на все. Приятный свет, красивая музыка, любые другие звуки, ощущения от прикосновения к чему-либо. Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного участия многих психических функций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования активизируется конкретно образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария. И абстрактно-логическое, за которое у нас соответственно левое полушарие головного мозга. Режим работы левого полушария аналитический, вербальный, вычислительный, последовательный, символический, линейный, объективный. Левое полушарие специализируется на вербальном, логическом, аналитическом мышлении. Оно отлично проявляет себя в символической абстракции, в речи, в чтении, в письме. Его система линейна. Первые вопросы решаются первыми, а вторые вторыми. Режим же работы правого полушария – это интуитивный, субъективный, синтетический, целостный, не связанный со временем. В режиме работы правого полушария можно воспринимать вещи и события посредством внутреннего зрения и воображения. Используя правое полушарие, можно мечтать, понимать метафоры, создавать новые комбинации идей. Будучи напрямую связанными с важнейшими функциями – это и зрение, это двигательная координация, речь, мышление. Рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой. Изотерапия использует процесс создания изображений как способ реализации целей. Это не создание произведений искусства, не часть занятий по изобразительной деятельности. Психокоррекционные занятия с применением изотерапии способствуют изучению чувств, идей, событий, развитию межличностных навыков и отношений, укреплению самооценки и уверенности в себе. Если ребенок весь этот многообразный мир постигает рядом с родителями и педагогами, он растет доброжелательным, спокойным, любознательным. Из-за деятельности для ребенка возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Главным является здесь их успокаивающее и ослабляющее действие. И ребенку наиболее интересно работать с чем-то необычным, нестандартным, отличным от того, к чему он привык. Для изобразительной деятельности используются широкий спектр материалов, разные краски, гуашь, акварель, акрил, карандаши, уголь, восковые мелки, пластилин, глина, цветная бумага и многие другие художественные материалы. Не стоит останавливаться на стандартном наборе. Арсенал способов создания изображения очень многообразен. Нужно лишь желание творить и фантазия, а у ребенка она как раз имеется. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут победить злых чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки и так далее. При выборе материалов необходимо учитывать не только физические свойства этих материалов, но и ориентироваться на цели занятия. Выбор материала влияет на то, как проходят занятия. Например, некоторые, такие как карандаши, мелки, фломастеры, они позволяют усилить контроль, в то время как другие, например, краска, глина, пастель, они способствуют более свободному выражению. Если ребенок не уверен в себе или просто устал, ну здесь даже вообще про клиента говорим, он будет чувствовать себя увереннее, спокойнее при работе с материалами, которые легче контролировать. Таким же образом, при индивидуальной работе с детьми или группами, чье поведение трудно контролировать, стоит начать с контролируемых материалов. Многие не уверены в своих художественных способностях, поэтому создание коллажа уравнивает участников и позволяет даже очень уверенным клиентам присоединиться к работе. Работа с выразительными материалами может не только помочь выразить широкий спектр чувств, но и стать психокоррекционной для многих клиентов. Пальчиковые, например, краски. Краски для рисования пальцами, клейстерные краски особенно хорошо подходят для борьбы с последствиями слишком строгого приучения к чистоте. Возможность свободно пачкаться позволяет регрессировать и удовлетворить свои скрытые фантазии без страха и чувства вины. Во время рисования пальцами, а это также еще относится и к работе с глиной, происходит прямой контакт с материалом. Нет ничего опосредующего, ни карандаша, ни кисточки. Краску смешивают прямо пальцами, от нее остаются следы на коже, поэтому она больше других материалов позволяет эмоциям, настроениям и образом бессознательного протекать через руки прямо в материал и отображаться с минимальным участием контроля и критики. Если к краскам добавить еще клейстер, то он дает элемент скольжения, который поддерживает эмоциональный поток. Покрыть бумагу слоем клейстера можно еще до начала рисования, тогда картина будет непрерывно изменяться, что соответствует протеканию психических процессов. И так становится возможной простая мазня и одновременно художественный образ, поскольку клейстер надолго препятствует смешению красок в одну серо-коричневую массу. Акварель и пастель также подходят для выражения текучести и динамичности душевных процессов. Разнообразием цветовой гаммы и пластичностью они позволяют изображать оттенки, полярности, обивалентности конфликта. Их можно наносить по-разному. Они могут быть яркими, а могут быть тусклыми, могут быть четкими, а могут быть размытыми, тяжелыми, грубыми или тонкими. Возможные вариации цвета и формы соответствуют эмоциональному богатству внутреннего мира и динамической силе бессознательного. Тот, кто опасается этого, будет очень осторожно пользоваться красками или вообще откажется от них. Восковые мелки. У них очень интенсивный цвет. И своим цветовым богатством они также позволяют разнообразить процесс самовыражения. Они существенно тверже, чем те материалы, о которых я уже говорила. И таким образом они открывают только часть возможности психической самореализации. Они позволяют выразить себя в форме и цвете тем клиентам, кто пугается текущей непредсказуемой стороны бессознательного. Часть защиты берется непосредственно из материала. Процесс изображения не так сильно возбуждает страх. Поэтому восковые мелки хороши там, где творческий процесс ограничивается или приостанавливается страхом. Фломастеры. Они допускаются во время рисования и допускают сильный контроль. Ими можно провести линии с более четкими контурами и границами. Соответственно, они могут способствовать созданию определенной структуры, порядка и четких границ. Кроме того, использование фломастеров указывает на то, что клиент опасается более глубокого выражения собственных переживаний и ощущений. Простой карандаш является хроматичным, не содержит цветового пигмента. Если клиент, несмотря на предложенные цветные материалы, часто выбирает простой карандаш, то это, возможно, означает, что нечто препятствует его эмоциональному выражению. Зачерменные места зачастую указывают на проблематичные области. Бумага большого формата побуждает к широким свободным действиям, позволяя отказаться от контроля и ограничений, которые требуются при работе с мелкими форматами. Это особенно важно при рисовании красками. Клиент должен располагать пространством, по крайней мере, формата А2. Для групповых рисунков большого формата чаще всего используется оберточная или обойная бумага. Мы вот обои часто берем. Итак, это что касается материалов. Дальше, по поводу цветов. Хотела бы здесь остановиться немножечко. Цвет – это один из признаков видимых нами предметов. Осознанное зрительное ощущение. Каждый человек в зависимости от восприятия реагирует на определенные цвета по-разному. Так как цветовая среда особым образом влияет на его функциональные системы, формируя определенное душевное настроение. Существуют цвета, которые люди инстинктивно избегают, так как они их раздражают, вызывают чувство дискомфорта, беспокойства. Другие цвета являются наиболее предпочтительными и используются при выборе одежды, аксессуаров, окружающего интерьера. Восприятие цвета – это цветоощущение или цветовая чувствительность глаза. Сложный на самом деле процесс, обусловленный физическими и психологическими стимулами. Когда человек видит цвет, он мгновенно его распознает и испытывает его непосредственное воздействие. Цвет тесно переплетен со всеми аспектами нашей жизни. Он становится важной частью нашего языка. И здесь об этом тоже можно говорить, включить психологию цвета. Я сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Можно обсуждать и теплые цвета, и холодные цвета, как они воздействуют на нас с вами. Кто бывает в санаториях, кто там, как раз, я уверена, вы сталкивались с этим направлением лечения цвета. И если вас интересует данная тема более подробно, то вы тогда напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы тогда примем к сведению, озвучим на одном из наших вебинаров. И тогда иду дальше. Сейчас хотела бы отметить этапы изотерапии. Исследователи выделяют такие этапы. Это первый, предварительный ориентировочный этап. Исследование ребенком обстановки, изобразительных материалов, изучение ограничений в их использовании. Следующий, второй этап – это выбор темы. Выбор темы рисования, создание коллажа или скульптуры, эмоциональное включение в процесс творчества. Следующий этап – это поиск адекватной формы выражения. Четвертый – развитие формы в направлении все более полного, глубокого самовыражения, ее конкретизация. И пятый этап – это разрешение конфликтно-травмирующей ситуации в символической форме. При анализе продукта творчества уровень изобразительных умений во внимание здесь не принимается. Речь идет о том, как с помощью художественных средств, цвета, формы, размера и так далее, передаются эмоциональные переживания ребенка. И предоставьте ребенку разнообразные материалы на выбор при использовании изобразительных материалов. Предлагайте детям при рисовании объектов применять линии, формы, легкие маски, жирные маски, длинные и короткие штрихи, яркие, темные, матовые цвета, длинные, короткие, тонкие, толстые фигуры. Просите детей работать достаточно быстро. Если вы заметили какой-либо стереотип, то здесь, опять же, включаем нашу фантазию. Придумайте упражнения, в которых будут использоваться действия, противоположные тем, к которым дети привыкли. Дети получают удовольствие от технических приспособлений. Во время упражнений можно применять даже секундомеры, песочные часы, которые требуют соблюдения временного интервала. Педагог строит свои отношения с ребенком таким образом, чтобы тот делился своими ощущениями, которые возникают при изотерапии. Рефлексия, а также ощущениями, чувствами, которые касаются подхода к выполнению, решению задачи, а также к самой работе и к процессу творения. В результате ребенок начинает лучше осознавать себя. Само познание ребенка углубляется благодаря, например, обсуждению частей рисунка, акцентированию внимания на формах, цветах, образах предметов, людях. Педагог просит ребенка писать рисунок так, как будто этим рисунком является он сам. С использованием слова «я». Например, «я» – картинка. По всей моей поверхности расположены красные линии, а в середине находится голубой квадрат. Ну, это, конечно же, как вариант. Выбираются специфические предметы на рисунке для того, чтобы ребенок идентифицировал их с чем-нибудь. Будь зеленым квадратом и опиши себя, на что ты похож, каковы твои действия и так далее. В случае необходимости ребенку задаются вопросы, чтобы облегчить ему выполнение задачи. Что ты делаешь? Кто пользуется тобой? Кто тебе ближе всех? Эти, ну и так далее. Эти вопросы помогают входить в рисунок вместе с ребенком и открывают различные пути установления отношений и реализации терапевтического процесса. На данном этапе достигается дальнейшая концентрация внимания ребенка и углубление осознавания при помощи выделения и детального рассмотрения одной или нескольких частей рисунка. Педагог побуждает ребенка на максимально углубленную работу со специфической частью рисунка, особенно если у него достаточно энергии и вдохновения, если отмечается их необычный, скажем так, недостаток. Вопросы часто помогают в этом, куда она идет, что она собирается делать, о чем думает этот кружок, что произойдет с этим и так далее. Если ребенок говорит «я не знаю», бывают и такие ситуации, не отступаем, переходим к другой части рисунка, задаем другой вопрос, задаем собственный ответ, спрашиваем ребенка, верный он или неверный. Ребенку предлагается вести диалог между двумя частями его рисунка или двумя соприкасающимися либо противоположными точками, такими как дорога, автомобиль, линия вокруг квадрата или счастливая и печальная сторона образа. Педагог просит ребенка обратить внимание также на цвета. Пока ребенок сидит с закрытыми глазами, взрослый излагает свои предположения о том, как нарисовать картинку. Например, подумай о цветах, которые ты собираешься использовать. Что ты подразумеваешь под яркими цветами? А что для тебя значат темные цвета? Будешь ли ты использовать яркие или неяркие цвета? Светлые или темные тона? Вопросы строятся таким образом, чтобы ребенок осознавал настолько, насколько это возможно, что именно он делал, даже если он не хочет разговаривать об этом. Педагог работает над идентификацией, помогая ребенку отнести к себе то, что он говорит, описывая картинку или ее части. Тоже как вариант, можно спросить ребенка, ты когда-нибудь испытывал что-нибудь похожее? Ты когда-нибудь делаешь это? Относится ли это каким-то образом к твоей жизни? Есть ли тебе что сказать в роли розового куста? Из того, что бы ты мог сказать как человек? Подобные вопросы можно задать в самой разнообразной форме, необходимо задавать их только очень аккуратно, осторожно, мягко. Дети не всегда четко представляют себе свою жизнь, собственные чувства, переживания. Иногда они сдерживают себя и очень боятся выражать свои чувства, поскольку они просто не готовы к этому. Случается и так, что вдруг оказывается, что дети готовы излить чувства, возникшие при рисовании. Они не переносят содержание картин на себя, но рассказывают таким образом, что становится ясно, что они хотели бы сказать. Они выражают то, что они испытывают потребность, то, чего они хотят, но в собственной манере. Затем рисунок откладывается в сторону и прорабатываются реальные жизненные ситуации или рассказы, вытекающие из него. Иногда ситуация выясняется очень быстро с помощью прямого вопроса. Это относится к твоей жизни? Иногда у ребенка возникают спонтанные ассоциации, связанные с какими-либо событиями его жизни. Если ребенок внезапно замолкает или изменяется в лице, можно спросить, что случилось? То есть ребенок начинает рассказывать о каких-либо событиях в своей настоящей жизни или о своем прошлом, а иногда он отвечает ничего. Взрослый тоже, опять же, мягко, аккуратно выясняет, нет ли, что происходит. А также еще выясняет, нет ли пропусков или пустых мест на рисунках и обращает на это внимание. Останавливается на тех вещах, которые выходят на первый план для ребенка. Проявляя при этом больший интерес и настойчивость. Прежде чем перейти к более сложным, неприятным разделам, рекомендуется работать с тем, что ребенку легче и приятнее. Потому что если начинать разговаривать с детьми о более легких вещах, они становятся откровеннее. В беседе потом, в дальнейшем, о более сложном. Некоторым детям труднее поделиться, например, своей печалью до того, как они выразят положительные эмоции. Однако это является верным не во всех случаях. Бывает так, что дети, которые держат гнев в себе, испытывают потребность дать ему выход до того, как они обнаружат положительные эмоции. Осуществляется наблюдение за внешними проявлениями поведения, особенностями оттенка голоса ребенка, положением тела, выражением лица, жестами, дыханием, паузами. Молчание может означать контроль, обдумывание, припоминание, репрессию, тревогу, страх или осознание чего-либо. Можно использовать эти признаки в последующей работе. Можно воспользоваться следующими вариантами инструкции для упражнений. Сейчас ты будешь в течение минуты смотреть на этот цветок. Я засеку время по секундомеру или по песочным часам, а затем попрошу, когда закончится время, изобразить на листе бумаги те чувства, которые ты испытывал, когда смотрел на него. Или попробуй выразить свой мир в виде образов, представленных в цветах, линиях, формах, символах. Как выглядел бы мир, если бы он был таким, как тебе хочется? Или нарисуй то, что ты делаешь, когда, например, ты сердишься. Что заставляет тебя быть сердитым? Изобрази место, которое делает тебя счастливым. Как ты себя чувствуешь в данный момент? Как бы ты хотел себя чувствовать? Нарисуй себя, как ты выглядишь сейчас, каким бы ты хотел выглядеть, когда станешь старше. Когда ты состаришься, или когда ты был младше, в каком-то определенном возрасте, ну или вообще. Еще тоже как вариант. Вернись назад на какое-то время или к какой-то сцене. Нарисуй то время, когда ты чувствовал себя наиболее бодрым. Нарисуй то время, которое ты вспоминаешь в первую очередь. Или ту вещь, которая тебе приходит в голову. Или семейную сценку, или твой любимый обед, сон. Еще тоже как вариант. Нарисуй то место, где бы ты хотел быть. Идеальное место, любимое место. Или место, которое ты не любишь. Нарисуй самую худшую вещь, которую ты можешь себе представить. И так далее. Нарисуй то, как ты обращаешь на себя внимание. Каким образом ты добиваешься того, чего ты хочешь. Что ты делаешь, когда ощущаешь печаль, беспокойство, одиночество, ревность, ну и так далее. Нарисуй счастливые, мягкие, печальные, сердитые линии, испуганные линии и так далее. Нарисуй вещи, противоположные друг другу. Например, слабый, сильный, счастливый, несчастный, печальный, веселый, любить, не любить, хороший, плохой, что там еще, счастье, несчастье, доверие, подозрение, отдельно, вместе. Нарисуй подарок, который тебе хотелось бы получить. Что тебе хотелось бы подарить? Что тебе хотелось бы, чтобы тебе подарили? Или что бы ты хотел подарить? Или кто бы мог тебе подарить этот подарок? Кому бы ты мог подарить свой подарок? Работая с детьми, можно также произносить слова и предлагать им быстро рисовать то, что представляют эти слова. Любовь, красота, тревога. Свобода, милосердие. Взрослым тоже также полезно рисовать. В качестве тем для рисунков можно использовать множество других вещей. Фантазии, рассказы, звуки, движения, достопримечательности и тому подобное. Можно также комбинировать рисование с сочинением литературных произведений, стихотворения, какие-то рассказы и так далее. Изотерапия включает различные области рисования, которые помогают детям развивать различные аспекты и навыки. И какие, например, свободное рисование. Детям предоставляется возможность свободно, без ограничений выражать свои мысли, чувства на бумаге или на холсте. Они могут использовать любые материалы, краски, карандаши, маркеры по своему выбору. Это способствует развитию творческого мышления и самовыражения. Следующий область – это терапевтическое рисование. И здесь используются специально разработанные задания, темы для помощи детям в обработке эмоций, стресса или каких-то других ситуаций. Например, детям можно предложить нарисовать свои страхи, свои радости, свои сновидения или события, которые им беспокоят. Это помогает им осознать и выразить свои эмоции, а также находить способы их управления. Следующий область – это коллажи и монтажи. Дети могут создавать коллажи, используя различные материалы. Фотографии, вырезки журналов, ткани, бумаги, другие какие-то объекты. Это развивает их воображение, визуальное восприятие, способность компоновать разные элементы в единое целое. Лепкостью даже – это использование глины и других моделирующих материалов. В изотерапии это позволяет детям развивать моторику, сенсорные навыки, трехмерное мышление. Лепкостью также способствует развитию концентрации, терпения и творческой выразительности. Следующая – это истории ролевые игры. В этой области изотерапии детям предлагается создавать рисунки или сцены, которые иллюстрируют истории или ситуации. Они могут рисовать персонажи, места, события, а затем использовать их для игры или повествования. Это способствует развитию языковых навыков, воображения, социальных навыков, пространственного мышления. Следующая – это терапия через рисование символов и ассоциаций. Здесь предлагается детям рисовать символы, которые ассоциируются с их внутренним состоянием, с целями, проблемами. Например, они могут нарисовать символ силы или символ мира или символ, представляющий их мечты. Это помогает детям осознавать свои потребности, ценности, цели, а также разрабатывать стратегии достижения этих целей. Групповые проекты, коллективное творчество. Изотерапия же может проводиться и в групповом формате, где дети сотрудничают, совместно создают различные проекты. Это способствует развитию коммуникативных, сотруднических навыков, а также укрепляет чувство принадлежности к группе и развивает уважение к идеям других. Цветотерапия. Использование различных цветов и их сочетаний в изотерапии может оказывать психологическое воздействие на детей. Например, определенные цвета могут вызывать чувство спокойствия, радости, энергии, релаксации. Детям предоставляется возможность выбирать цвета и использовать их для выражения своих эмоций и состояний. Дидактическое рисование. Этот подход используется с различным навыком и понятием через рисование. Детям предлагаются задания, которые помогают им развить свои когнитивные способности. Логическое мышление, восприятие форм и цветов, а также учиться классифицировать и сравнивать объекты. Медитативное рисование. И здесь детям предлагается рисование с упором на медитацию и созерцание. Они могут использовать повторяющиеся узоры, абстрактные формы или мандалы для достижения состояния релаксации, сосредоточенности и внутренней гармонии. И интерактивная рисованная игра. В этой методике дети участвуют в игровом процессе, в котором они рисуют или создают истории в соответствии с заданными правилами или сюжетом. Это способствует развитию креативности, фантазии, социальных навыков, сотрудничества. И каждая из этих областей вносит свой вклад в развитие детей, способствует самовыражению, улучшает эмоциональное благополучие и стимулирует развитие различных аспектов и навыков. Комбинирование разных методов в рамках изотерапии может быть наиболее эффективным для достижения оптимальных результатов в развитии детей дошкольного возраста. И хотела бы остановиться немножко на упражнениях по изотерапии. Первое – монотипия. И краска здесь наносится на поверхность различными инструментами – кистью, валиком, тампоном. Поверхность, на которую наносится краска, чтобы сделать потом оттиск, может быть. Альбомная бумага, картон, пластмассовая доска, стекло, металлическая пластина. Рисунок наносится сначала на ровную и гладкую поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность. То, что отпечаталось, дополняется новыми деталями. И мы используем такой прием, где лист бумаги складывается пополам. Краска наносится на одной из половин листа бумаги. При последующем складывании листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток на другой ее стороне. После высыхания ребенку предлагается посмотреть на оба оттиска и дополнить каждый из них деталями таким образом, чтобы получилось два полноценных рисунка. И в завершении мы проводим обсуждение полученных рисунков. Полученный материал может быть использован, кстати, и для диагностики актуального состояния. Следующее – это рисование пластилина. И ребенку предлагается на выбор несколько изображений для раскраски. После того, как ребенок сделал выбор, ему дается пластилин с просьбой раскрасить картинку с его помощью. Обязательно покажите на черновике, как можно использовать пластилин при рисовании. Постоянно мягко направляем действия ребенка, проговариваем, что мы делаем. При этом не делаем, конечно же, работу за ребенка. Предоставьте ему возможность выразить себя. Не указывайте ему, каким должен быть тот или иной предмет, каким должен быть цвет и так далее. Помним, что нам важен здесь сам процесс. Мы не ставим целью научить ребенка рисовать правильно. Это не академическое рисование. Проработка психоэмоционального состояния. Поэтому акцент идет у нас на процесс. Во время выполнения упражнений у ребенка работают обе руки. Координируется работа двух полушарий. Происходит обогащение сенсорного опыта. Развивается воображение. И завершаем совместным обсуждением полученной работы. Следующее – это марание. Ладошками, ножками, пальчиками, кулачками. В буквальном смысле марать значит пачкать, грязнить. Здесь нет категории правильно-неправильно. Такой способ создания изображения проективно представляет индивидуальность ребенка. Приводит детей к собственным маленьким открытиям. Естественность такого рисования способствует тому, что ребенок забывает о социальных запретах. И незаметно для себя может осмелиться на действия, которые он обычно просто не делает. Далеко не все дети старшего возраста по собственной инициативе переходят на такое рисование. Как правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, ориентированные на раннее развитие, а также те, в которых родители видят маленьких взрослых, от которых ждут зрелого поведения, сдержанности, разумности, мнений. Именно для таких детей игры, скажем так, с грязью служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности. Для работы используются пальчиковые краски. И в своей работе, на своих занятиях я чаще всего предоставляю детям возможность попачкаться, повозюкать краской по бумаге, оставить свои отпечатки. И здесь важен сам процесс. Это очень хорошая стимуляция для основных сенсоров, тактильных, зрительных. Я использую пальчиковые краски с добавлением крупиц. Это очень также хорошо развивает тактильное восприятие, повышает настроение. Детям очень нравится рисовать руками вне зависимости от нарушений, которые они имеют. И рисовать можно, например, кончиками пальцев. Используем различные техники приема. Таким способом, если берем технику рисования кончиками пальцев, можно поставить на листе точки разного размера, которые превращаются в гусеницу, виноград или в рябину. Можно рисовать линии геометрические фигуры. А если сложить пальцы в пучок и приложить к бумаге, то получится снежинка или цветок. И одними кончиками пальцев можно создать целый даже пейзаж. Многие художники, например, Айрис Котт или Зария Форман, они используют эту технику в своих полотнах, которые сейчас можно увидеть на выставках и в музеях. Рисование ладошкой, рисование кулачками тоже здесь можем использовать. Следующая техника – это рисование поролоном. Для развития воображения и художественного творчества важно, чтобы ребенок был знаком с разнообразными изобразительными материалами и средствами. Поролоновая губка – прекрасное средство для детского рисования. Использование оттиска губкой дает возможность получить необычное изображение, что нельзя выполнить только кистью. Взрослые изготавливают трафарет из картона, полиэтилена или пластика, а дети просто макают губкой внутри трафарета или вокруг силуэтного изображения из плотного материала, печатают фон. Использование при рисовании губки позволяет передать шероховатость изображения, пушистость, например, шкурки, зверя, объемность. Если гуашь густая, то контур будет более резкий, четкий. Если гуашь более водянистая, то получатся предметы с мягкими контурами, такие расплывчатые. Из поролона можно вырезать фигурки, круги, квадраты, ромба. Также, чередуя 2-3 фигуры, дети на школьнике могут печатать симпатичные узоры на одежде, например, на сарафане, скатерте, полотенцах для кукол, на открытках, приглашениях на детские праздники или составлять композицию. Получаются очень интересные работы. А еще, если на губку нанести 2-3 цвета, еще интереснее будет. Следующая – это кляксография. И это техника рисования при помощи клякс. Нам понадобится акварель и пластиковая трубочка коктейльная. Старшие дошкольники могут заготовить основу заранее, залить и проработать фон, а затем рисовать кляксами. И, например, педагог рассказывает детям, что до изображения ручки люди писали пером, обмакивая его в чернила, особую окрашенную жидкость черного цвета. Дети от того времени часто снижали оценку за то, что они выполняли работу в тетради и делали при этом кляксу, то есть ставили какое-то неаккуратное чернильное пятно. Но, оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никогда никто не будет ругать. Который же, как вариант, педагог может зачитать стихотворение. Называется «Стихотворение вчера». «Принесла мне в подарок сестра бутылочку черных чернил. Я стала рисовать, но сразу с пера кляксу огромную уронил. И расплылось на листе пятно, стало помалу расти оно. Слева хобот, а справа хвост, ноги как тумбы, высокий рост. Я немедленно к черной туши пририсовала огромные уши. И получился, конечно, он, вы угадали, индийский слон». Педагог предлагает посмотреть образцы готовых рисунков. Клякса бывают разные, бывают страшные, бывают милые, добрые, злые. Все зависит от фантазии художника. Следующее – это штриховка, каракуля. Это графика. Самое доступное упражнение, для которого необходимы только бумага и карандаш. Можно ручку взять, можно фломастер. Человек свободно, не задумываясь о результате, рисует на листе бумаги в глубок линии, затем пробует разглядеть в нем и описать какой-то образ. Можно играть в дорисовки, когда каракули дорисовываются до образа. Рисование цветными карандашами, скрепленными резинкой или скотчем, или карандашом с трехцветным стержнем, тоже сюда же. Есть фломастеры, которые меняют цвет предыдущего рисунка. Это завораживает детей, вызывает желание экспериментировать. Используется при коррекции истерических состояний. Еще есть такой инструмент, как акватуш. Техника проста, необычна, близка детям играм с водой. Первым слоем на лист бумаги крупными мазками наносится гуашевый рисунок. После его высыхания вторым слоем весь лист покрывается черной тушью, высушивается. Затем рисунок опускается в воду. В воде тушь почти смывается, а гуашь лишь частично. В результате на черном фоне остается тонированный рисунок с размытыми контурами. И каждый этап работы удерживает внимание и интерес ребенка. Выполняя работу, дети с дефицитом внимания приобретают возможность получить радость от поэтапной деятельности с отодвинутым результатом. А испытывающий негативизм получает побудительный мотив для включения в творческую деятельность. Тесто пластика будет полезна детям с аллергопатологией, гиперактивным детям, со страхами, с тревожностью, а также с агрессией. Пластичность материала позволяет вносить многочисленные изменения в работу, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии. И что важно, изделия из теста достаточно прочны и с ними можно играть. Очень похоже на тесто глина. Работая с глиной, агрессивный ребенок находит выход своим чувствам. А неуверенный в себе, занимаясь лепкой, учится контролировать ситуацию. В неусидчивом глина помогает научиться концентрироваться. Во время лепки глину можно рвать, кромсать, резать, ломать изделие, а потом все начинать сначала, создавая желаемый образ. А еще можно предложить детям рисовать на пене. Пена для бритья – очень необычная поверхность для рисования. Краску на ней можно растягивать, закручивать красивыми какими-то виньетками, завитками, другими узорами. Процесс напоминает чем-то Эбру – рисование на воде. А каждый новый рисунок получается уникальным. Следующее – это интуитивное рисование. И позволяет обрести то комфортное гармоничное состояние, о котором многие люди в суете дней уже успели позабыть. Дело в том, что интуитивное рисование не требует от человека никаких специальных художественных навыков, умений, знаний. Здесь нет канонов, здесь нет четких правил. Единственное, что нужно понимать, к чему стремиться – это дать полную свободу и волю своим чувствам, эмоциям, интуиции. И в процессе такого рисования дети смогут дать своей душе и сердцу место для творческого и нестандартного самовыражения, отправляясь в уникальное путешествие и глубину своего внутреннего мира. Дает возможность отдохнуть и расслабиться. Следующее – это калаш, объемная аппликация, трехмерное изображение из газет. Можно использовать абсолютно все, что под рукой. Бросовый материал. Газеты легко мнутся, склеиваются, окрашиваются. К газете надежно приклеивается скотч, на нее хорошо ложится гуашь. Салфетки, фантики, отканки, вообще ничего не выбрасываю, все нужно, все пригодится. Вата здесь, шерсть, пух, веточки, цветы и так далее. Во время творческих действий с газетами и скотчем создается образ, вызывающий положительный отклик у ребенка. В процессе коллективного выполнения задания обеспечиваются условия для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный вклад в общее дело, проявлять инициативу, отстаивать собственное пространство. По завершении происходит процесс совместного любования общим продуктом. Опять же, слово материалы безгранично. Можно сказать, что из мусора рождается ценность. Работая, детки не задумываются о конечном результате. Они получают удовольствие от самого процесса. Поэтому арт-терапия так и эффективна. Главное правило, которого должны придерживаться взрослые, это ненавязчивость. Малыш должен творить, создавать свое собственное произведение, а не действовать по заранее определенному плану. Только в этом случае занятия окажутся полезными. Надеюсь, наш вебинар оказался для вас полезным. Если есть вопросы, задавайте. Если есть какие-то пожелания, может быть, какая-то тема вас особенно интересует более подробно, тоже пишите, пожалуйста, в комментариях. Для нас это важно, чтобы мы озвучивали актуальные для вас темы. Если вопросы, все ли понятно. Так, где-то я здесь увидела. Так, по поводу запросов. Рассказала в начале вебинара. Если пропустили, тогда сейчас уже не буду останавливаться. В записи наш вебинар будет. Вы тогда посмотрите. Хорошо? Хорошо. Благодарю за ваши отзывы. Очень приятно, важно. Рада, что удалось озвучить. Да, любой материал, абсолютно любой. Благодарю вас, уважаемые участники. Это важно, что оказалось, что получилось донести нужную полезную информацию. И благодарю вас за внимание, за ваши отзывы. Всего доброго. Ждем вас на наших последующих вебинарах. До новых встреч. До свидания.